Итак, выезжаем мы из города Брянска к себе в Клинцы, на дачу. Нужно садить огород. Дети нас отпустили на майские праздники, поэтому мы едем сегодня на свою родину. Трасса не пустая, машины, люди ходят. Поэтому самоизоляция не такая уж стопроцентная. Короче, мы в пути. Люди ходят без масок. Вот тебе и самоизоляция. Нет, на остановке сейчас проедем, посмотрим. Нет, стоят вроде бы в масках. Добрый день. Я приветствую всех на своем канале, кто зашел ко мне. И мы приехали сегодня на Радоницу. Думали, что попадем к родителям на кладбище, но никак не получилось. Нас не пропустили, потому что кругом стоят посты. Ну и правильно это все делают. Поэтому мы решили, заехали на дачу и решили выкопать вот морковь. Видите, какая хорошенькая морковь. Морковь эта осталась у нас под зиму. Почему? Потому что я посеяла Канаду где-то 15 июня. И к осени она не дала нам урожай. Несколько штук так выбрали крупных. А остальная вот такая вот была маленькая морковь. И мы решили ее не выкапывать, а оставить под зиму. И так получилось, что мы даже ее не успели ни землей прикрыть, ни лапником никаким. Она просто осталась здесь на огороде. Выкапываем морковь, которую оставили под зиму. Смотрите, какая хорошая морковка. Ну-ка, покажи. Вот какая хорошенькая морковочка. О, отлично. Это сорт Канада оставляла я вот этот. Не замерзла. Вот они, рядочки видны. Вот она. И мышки не поели. Хотя нет. Вот, смотри. Да, наверное, грызли. Грызли. Вот это есть. Так что хорошая морковочка. Можно оставлять под зиму и весной. Вот, отлично. Выкопаешь и хорошенькая свежая морковочка. Так бы вот эту всю морковь, рядочек, которую не уродила к осени. Осенью мы просто выбросили бы. А так вот весной отлично. Морковочка подросла. И ядреная такая, правда ж, прям-то не мягкая. Она и подвали бы, если маленькую оставили, она просто пропала. А так, отличный результат весной. Если бы был снег, морква еще лучше была бы. А так бы снежная зима. Вот она. Вот она. Была такая мелюзга целая. Вот. Да, ядрёно прям ломается. Это точно. Хорошенькая морква. Вот с ветка у нас получилось 10-литровое ведро. И еще осталось. Вот у меня прекрасные морковки. Как говорят, ядреной, красивой морковочки. Так бы она в подвале никогда в жизни не сохранилась. А вот до весны и не долежала бы так. Так как была зима у нас не снежная, и мало получила морква влаги. А так бы цены не было этой морковки. Поэтому вот с одного редка, который у нас где-то метра 3 в длину, мы получили почти ящик хорошей, свежей морквы, которую мы будем в данный момент садить. Так бы она уже, если бы маленькую выкопали, она уже давно высохла в подвале, и мы её просто выбросили бы. Так что вот будем экспериментировать и на следующий год. Попробуем больше оставить, и чтобы весной кушать вот свежую морковь. Еще поделюсь одним таким методом. Сельдерея, который не вырос. Вот он корневой. И я его оставила под зиму. Смотрите, какие три куста. Начинает в рост. Зелененький был. Вот он. И будет здесь, я думаю, что неплохой. Вот он. Ага. Даже можно сказать, вот он. Отлично. Вот я вижу уже яблочко вот здесь. Яблочко нащупываю. Так что пускай растет. И здесь вот оно. Яблочко. Вот. Небольшие яблочки. Я думаю, что этот сельдерей. Это у меня Егор. Сельдерей. Я его оставила под зиму. На свой страх и резк. Думаю, что будет. Оказывается, и неплохо. Вот оно. Так что под зиму можно оставлять. Пробовать. И будет результат. И еще я оставляла под зиму вот такую капусту. Смотрите. Наметила я вот здесь вот. Она была прикрыта буквально ведром. Вот она. Капусточка. И вот она. Апрель месяц. Она будет вот цвести. И даст семена. Вот. Она, конечно, твердая такая. Но даст семена. Будет свои семена собирать. Вот. Перезимовала хорошо. Не замерзла. И вот результат. На улице. Было накрыто пластмассовым ведром. Также я сею под зиму. Вот. Индау. Рукола. И посадила вот такой шпинат. Называется Макадор. Ганечкиный. Здесь у меня посеян базилик. И вот смотрите всходы. Вот они после зимы. Вот они в апреле месяце. И шпинат. И индаурукола. Они вот они вот зашли. Вот. Так что я практикую подзимний посев. Очень много культур. И неплохо вот сходят. Вот в апреле месяце у меня уже такие всходы. Роем прям слышно. Слышно, да? Сколько здесь работает пчел. Вот они трудятся. Это черешня. Она черешни. Она уже отцветает. Вот они. Вон их сколько много. Ну не понимаю, дикие это или домашние. Кто его знает.